Продолжение следует... Десятки тысяч лиц, фотографии. В юбилейном пятом по счету шествии бессмертного полка приняли участие больше 60 тысяч человек. Моя семья 14 человек. Вот я сегодня посчитал, если бы все поколения пришли вот этих, нас было бы 60. Было солнечно. В Барнауле прошел праздник молодости, красоты спорта и танца. Добрый вечер. В студии Татьяна Голубева. Некоторые темы уходящей недели мы сегодня обсудим с нашей гостьей Любовью Березиной, директора Малтайского Крылого театра драмы имени Шукшина. Здравствуйте, Любовь Михайловна. Рада вас видеть. Здравствуйте, Татьяна. Взаимно. Ну, театральный сезон 95-й, юбилейный по счету завершается. Все ли удалось реализовать, что планировали? Вы знаете, к счастью, да. И более чем. Есть вещи, которые мы не планировали, они получились сверхплана. Это самостоятельная работа актеров. Этот юбилейный сезон мы решили сделать сезоном русской классики. И нам это удалось. И не только классика, но и современная драматургия. Русская у нас присутствует, российская, будем так говорить. Мы закрываем сезон 14 июня Булгаковым, любимым всеми Зойкиной квартирой. Уже со вчерашнего дня у нас взял старт парад-премьер. Это шестой год мы проводим парад-премьер. Мы знакомим зрителей со всеми спектаклями, которые выпущены были в этом сезоне. Мы, как обычно, дарим подарки зрителям. То есть всех приглашаем еще раз, это будет в июне? Или на парад-премьер приглашаем? Парад-премьер мы приглашаем у нас с 11 по 14, а 14 июня мы закроем театральный сезон. Любовь Михайловна, а какую премьеру, вот вы сказали, что было огромное количество премьеры, плюсы были, постановки ваших актеров, режиссерские работы, да. А какую премьеру считаете самой удачной в этом году? Вы знаете, это очень провокационный вопрос. Ну, чтобы никого не обидеть, вы имеете в виду, да? Чтобы никого не обидеть, да. По-вашему, хотя, наверное, вы субъективны будете. Нет, я в любом случае субъективна, потому что человек, один человек не может быть объективным. Конечно. Он все равно субъект. Вы знаете, я считаю, что в этом году провалов не было, и это самое главное. И каждый спектакль по-своему нравится. Кому-то нравится один, кому-то нравится другой. Я считаю, что замечательный спектакль «Барышня-крестьянка» по Пушкину, которым мы открыли этот юбилейный сезон, потому что там совершенно другой Пушкин, он такой ироничный спектакль. И там весь курс Института культуры, третий курс под руководством Олега Пермякова, они в полном составе участвуют в этом спектакле. Спектакль, который поставил педагог этого курса «Земля Эльзы» по современной пьесе Ярослава Полиновича, опять весь курс принимает участие. У нас, в общем, такая уже наметка есть. Им еще год учиться, мы на них смотрим. И было бы, конечно, здорово, если бы вот так взять и весь курс... Целым курсом? Целым курсом бы нам его... Хорошо, но мы сейчас уже перейдем к другой теме. Я хотела бы спросить вот этот эксперимент, если его можно назвать экспериментом, когда ваши актеры становятся режиссерами, он продолжится в следующем году? Конечно, я очень на это надеюсь, потому что, понимаете, это же все-таки самостоятельные работы актерские. Я не могу вызвать актрису или актера и сказать, так, ты ставишь спектакль. Это все внеплановое. Но я знаю, что там страсти бурлят, кипят. Ну, понятно, если она сделала, почему я не могу? Да, почему я не могу? Поэтому, ребята, я думаю, что этим занимаются. Мы, к сожалению, не можем взять все работы. У нас были такие прецеденты, когда актер или актриса готовит спектакль. Мы художественным советом смотрим и говорим, извините, у вас не получилось. Ну, в общем, шанс есть? Есть. Ну, а мы перейдем к другой теме. Главная тема уходящей недели – празднование в Барнауле 72-й годовщины со дня Великой Победы. Несмотря на прохладную погоду, 9 мая в Барнауле состоялось все, что планировали. К примеру, больше 60 тысяч жителей краевой столицы приняли участие в шествии бессмертного полка, чем еще запомнился барнаульцам нынешний праздник. Расскажет Илья Кочетков. Открыл празднование 72-й годовщины Победы, как и полагается, смотр Барнаульского гарнизона. Чеканя шаг прошел маршем цвет местных защитников Отечества. Тем временем барнаульцы с нетерпением ждали момента, когда можно будет встать в строй другого полка бессмертного, чтобы помочь поучаствовать в шествии тем, кто сам не может, но достоин. Это мой дедушка Зирянов Кондрат Сидорович. Прошел всю войну, вернулся домой. Кстати, потом он проработал очень много лет в железнодорожном райсполкоме, завторговым отделом. Может быть, кто-то еще, вдруг кто-нибудь еще и помнит моего любимого деда Кондраша. Краевой куратор бессмертного полка Екатерина Четошникова уверена, значительная часть успеха акции в том, что после 9 мая она, по сути, не заканчивается. Люди продолжают интересоваться, кем были их предки, обращаются к архивам, ищут и, несмотря на то, что прошло уже 72 года, находят удивительные факты. Так она сама сейчас изучает мемуары, которые оставили после себя два ее дедушки. Вот, например, Колесник Лука Гаврилович, он 19 июня 1941 года женился на бабушке, они познакомились в Мурманске. И 22-го он ее отправил уже в эвакуацию, в Барнаул, и сам был на фронте. И описывал в этой книге, в автобиографии, как он под бомбежками, в блиндаже, на поле, в общем-то, писал ей письма. По подсчетам организаторов, в этом году в строй встало около 62 тысяч участников, больше, чем в предыдущие годы. Десятки тысяч лиц, фотографий, непростых, порой и трагичных судеб. Свои концертные площадки организовали в каждом районе города, так что выбор, куда пойти, у горожан был большим. Лишь в одном месте людской поток не иссякал до поздней ночи, на мемориале славы. Тысячи и тысячи барнаульцев несли сюда цветы, отдавая дань памяти тем, кто уже не придет никогда. Илья Кочетков, Александр Андропов, информационный канал «Город». Ну, так случилось, потому что 9 мая только-только недавно было. Я интересуюсь у всех своих гостей, которые приходят на субботнюю программу. Есть ли в их семье те, с чьими портретами они бы встали в полк Бессмертного полка или они вставали? Может быть, они ежегодно встают на протяжении пяти лет. Вот есть ли в вашей семье такие люди? В нашей семье такие люди есть. У нас, к счастью, еще один из маминых братьев жив. Николай Степанович Зайцев, 24-го года рождения. Он воевал. Совсем юный был, я думаю, когда он пошел. Совсем юный. Он совсем юный. Вывел из окружения какое-то количество солдат. У него орден Александра Невского, орден Ленина, орден Красной Звезды. То есть, в общем, такой заслуженный дядя у нас есть. И у нас уже второй год все наши юные родственники, начиная от внуков двухлетних, идут с портретами, потому что и папины братья, и мамины братья все воевали. И, в общем, это здорово, это праздник, это такая гордость. То есть, а вы лично? А я лично работаю. А вы лично работаете. То есть, вы с удовольствием бы встали? Конечно, конечно, с удовольствием. Но, знаете, когда смотришь вот эти кадры, вот просто хочется от гордости просто встать и стоять, и отдать дань памяти и уважения не только тем, кто воевал и погиб, а тем, кто сегодня вот это вот продолжает дело. Я говорю, что человек, который это придумал, это просто супергениальный человек, он молодец. Ну да, и если только в Барнауле 60 тысяч практически вышло, если говорить о других городах, это же миллионы, миллионы людей. Ну, я не знаю, сейчас, наверное, глупо вопрос задавать, как в вашей семье отмечают 9 мая, потому что вы так на работе отмечаете, да? Ну, 9 мая вообще это всегда, конечно, праздник, а для меня это вдвойне праздник, потому что, ну, получается так, что у меня работа связана, все праздники это праздники и это работа. Но самое важное, вот это еще родителями привито, обязательно нужно посмотреть парад. И обязательно... Московский? Московский, конечно. И обязательно минуту молчания. Вспомнить всех, а особая гордость еще со школьных времен, что все-таки стихи Рождественского всегда звучат. И это наш земляк, я всегда всем рассказывала, где бы я ни была, я говорила, это наш алтайский поэт, это здорово. Ну, понятно. Спасибо вам большое. А мы перейдем к другой теме. На барнаульских улицах медленно, но верно, начал появляться свежий асфальт. Напомним, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году в нашем городе отремонтируют 25 магистралей, работы ведутся уже на 13. Глава администрации Барнаула Сергей Дугин провел очередное рабочее совещание, на этот раз в Ленинском районе. На встречу пригласили и журналистов. Изначально планировали показать, как идет ремонт на одном из участков проспекта космонавтов, но демонстрации помешал дождь. Реализацию проекта «Безопасные дороги» продолжили обсуждать с под крышей расположенного по соседству завода. Кстати, только в Ленинском районе, по словам его главы Александра Михалдыкина, в этом году дорожники капитально отремонтируют более 130 тысяч квадратных метров асфальта. Планируют добраться до самых проблемных участков. Кроме проспекта космонавтов, у нас еще предусмотрен капитальный ремонт улицы Покровской, 42-й краснознаменной бригады, участка улицы Исакова от Малахова при 2-й северо-западной веры, Кощеевой, участка улицы Гущина. Напомним, средства на реализацию федерального проекта были выделены солидные – около 2 миллиардов рублей – с федерального, регионального и городского бюджетов. Городоначальник пообещал журналистам, что он лично будет контролировать ремонт и строительство дорог. Основная цель этого проекта – это приведение в соответствие городских дорог, асфальтное покрытие, плюс установка светофорных объектов, плюс установка камер видео и фотофиксации, и, конечно, дорожные знаки. Любовь Михайловна, ну вот мы сейчас посмотрели, какие дороги будут отремонтированы, и ремонт уже начался. Вот я, как начинающий автомобилист, просто очень рада, потому что едешь по новому асфальту, как не едешь, а даже Париж, наверное, да. А вот вы, я знаю, что вы живете в Новоалтайске. Если говорить, может быть, о барнаульских или новоалтайских дорогах, какую бы вы предложили отремонтировать в первую очередь? Тяжело вы вздохнули. Я тяжело вздохнула, потому что, ну, если говорить о Барнауле, ну, я думаю, до социалистического дойдет дело, потому что, к счастью, Барнаул преображается с каждым годом, он хорошеет, и это здорово. А если говорить о новоалтайске, то проще сказать, какую дорогу не надо ремонтировать. Но самое обидное, я тут недавно проехала по улице имени Василия Макарча Шукшина в городе Новоалтайске, мне стало так грустно. А вообще она далеко где-то от вас, я так поняла, и вы обычно по ней не ездите случайно. Я обычно по ней не езжу, да, вот так случилось, и вообще эта грусть, печаль меня обуяла. Вообще, конечно, такое ощущение, что, да, все говорят, все деньги в Москве, и вот у меня, как у жителя Новоалтайска, такое ощущение, что все деньги на дороге в Барнауле. Вот вы знаете, я деталей не знаю, поэтому, может быть, действительно... Очень хочется, чтобы на Новоалтайске начали ремонт дороги. Тоже вот он попал как-то, да, в программу безопасной и качественной дороги, или уже в конце концов его присоединили бы к Барнаулу, да? Это было бы замечательно просто. Ну, говорили же об этом уже, как там возможно такое будет. Ну, вот, кстати, дороги, это одна из главных российских бед, мы знаем, не будем говорить о второй беде. А вот главная беда современного театра какая сейчас, на ваш взгляд? Знаете, самая главная беда современного театра, это отвратительное финансирование. Ну, то есть почти так же, как вот Новоалтайска с дорогами. Вот, это, да, это практически то же самое, потому что театр, я всегда говорила и говорю, и все об этом знают, что театр это вообще такая игрушка. Это очень дорогая игрушка. И нужно этой игрушкой либо играть, да, вот ребенку покупают Кулу-Кулу Барби, потом домики там и прочие игрушечки всякие там. То же самое и театр. Театр не может сам зарабатывать деньги, сам ставить спектакли и то финансирование, которое сегодня не только нашему театру. Ну, понятно, в целом. В целом, да. Оно, в общем, недостаточно. И иногда какие-то перекосы существуют только от того, что, ну, не может артист, хороший артист получать заработную плату там 10-15 тысяч, 18 тысяч. Мне очень искать заработную плату, я когда с вашими актерами бывает разговариваю, мне даже страшно становится. Да, вот. Это первое. И второе, все-таки, вот та актерская школа, она немножко уходит. Я не знаю, то ли образование другое дается, то ли педагоги, вот те знаменитые ушли. Приходят актеры, приходят ребята, которые, что называется, поцелованы Богом. Они очень талантливые ребята, но они плохо обучены. Которых еще учить и учить. Которых еще учить и учить. И этим не должен заниматься театр, как бы, да? Ну, а театр этим занимается, потому что, а куда деваться-то все равно нужно. Ну, вы знаете, мне кажется, в журналистике такая же ситуация, на самом деле, когда люди приходят, пока они не начнут выезжать куда-то на съемки, мне кажется, они не станут хорошими журналистами. Спасибо, Любовь Михайловна. Мы теперь переходим вновь к другой теме. Самый крупный танцевальный фестиваль в Сибири состоялся в Барнауле. Студия танца «Лариса» организовала солнечный бал уже в восьмой раз. Ежегодно в программе фестиваля появляются новые номинации. А в составе жюри звезды российских танцевальных шоу на этот раз судейскую коллегию возглавил финалист телепроекта «Танцы» на ТНТ Виталий Савченко. Наблюдалось за происходящим и слегка пританцовывала за кадром Галина Юмашева. Солнечный бал называют праздником молодости, красоты, спорта и танца. Восемь лет назад это был небольшой фестиваль местного масштаба. Теперь дорос до статуса международного. Коллективом из Алтайского края и Сибири присоединились участники из Казахстана, Семипалатинска и Астаны. То есть мы разрастаемся вширь, но при этом оставляем нишу. Вот у нас шоу на основе бальной хореографии. И на самом деле эти мы уникальны, потому что в Сибири нет ни одного такого фестиваля, который именно выдерживал бы вот эту нишу. 1700 участников, около 2000 зрителей. Два дня соревнований по 12 часов. На танцпол выходили и те, кому только исполнилось 6, и те, кому 30. В этом году впервые на фестивале ввели номинацию инводанс. На паркете танцевали 10 пар на инвалидных колясках. В их числе и Татьяна. Она 6 лет назад получила травму позвоночника и оказалась прикована к креслу. Говорит, занятия танцами и участие в конкурсе ее очень вдохновляют. Рост, новые амбиции, скажем так. Хочется дальше двигаться, работать, еще что-то новое ставить. Оценивали старания участников около 30 судей. Возглавил жюри Виталий Савченко. Еще совсем недавно он сам был участником танцевального конкурса. Поэтому к хореографическим коллективам отнесся с уважением и строго их не судил. Я оцениваю с точки зрения эмоций и радости. Во-первых, я когда сидел в жюри, слышал, что очень активно люди поддерживают друг друга. Это не всегда на фестивалях встречается. Здесь я прям чувствую, как все переживают, как все поддерживают друг друга. Восьмой праздник молодости, красоты, спорта и танца состоялся. Кубки разъехались по всей Сибири. Но главное, говорят участники, не столько победа, сколько возможность посоревноваться, оценить свой уровень и получить толчок для роста. Галин Юмашева, Александр Антропов, информационный канал «Город». Ну вот нынче фестиваль «Солнечный бал» великолепный был. Из Казахстана приехали ребята и в следующем году планируют географию расширить. Но вот я тоже знаю, что по завершении сезона Краевой драматический театр, труппа, точнее, ваша, не уходит на заслуженный отдых, как говорится, а поедут они на гастроли. Плюс ваше здание тоже не будет пустовать. Расскажите немножко об этом. У нас июнь будет в этом году очень. Именно июнь. Июнь, да. Мы, еще не закрыв сезон, мы уезжаем на гастроли, мы выиграли губернаторский грант в рамках 80-летия Края. Мы едем в город Иркутск. Надолго? На пять дней. Мы покажем пять спектаклей, мы везем четыре постановки, и пять дней там будем работать. А в это время, с пятого по девятое, сюда приезжает Иркутский академический театр драмы имени Ахлопкова. Извините. Это такой известный очень в России, и не только в России, коллектив. Они очень много работали с Вампиловым, там проходит Вампиловский фестиваль. Они привозят свои лучшие спектакли. Я думаю, что зрителям с пятого по девятое июня будет очень интересно посмотреть на другой театр, а мы себя любимых покажем. Дальше в рамках большей гастроли Федерального центра Министерства культуры, они нас очень полюбили, видимо, потому что зрители у нас очень приветливые, и приезжает московский тюз. Это знаменитые Генрия Таиновска, Камагин, Касбархин, художник известный очень. Они привозят три своих спектакля, два спектакля для взрослых, с любимыми не расставайтесь, и, ой, господи, скрипка Ротшильда, с Барином и Иисуловичем, и решили сделать такой подарок деткам. Они привозят музыкальную сказку «Волк и семеро козлят». Поэтому я думаю, что встреча с двумя такими театральными коллективами будет очень интересная. Билеты уже можно приобретать? Билеты уже можно приобретать. Можно приобретать у нас на сайте, можно переходить в кассу. Ну, в общем, театральное лето ждет Барнаульцы, в том числе, несмотря на то, что... Да, очень интересная, да, два новых спектакля. Ну, а мы переходим к спорту. Барнаульская «Динамо» весьма неуверенно одержала победу над аутсайдером Лиги Иркутским «Зенитом». Завтра «Синебилы» сыграют, возможно, главный матч в этом отрезке сезона. В гости приедет лидер чемпионата «Чита». Игра начнется немного рано. Раньше обычного в 17 часов ровно. Об этом не только в сегодняшнем спортивном обзоре. Главная спортивная новость в последних дней пришла из-за границы. Борец Виталий Щур примерил бронзовую медаль чемпионата Европы. В поединке за третье место наш земляк вышел на ковер против представителя Румынии. В результате 5-3 в пользу Виталия. Как позже отметил главный тренер страны по греко-римской борьбе, Щур уже не тот, что был год назад, когда ему совсем чуть-чуть не хватило до медалей. Теперь он уже другой боец, опытный. И его медали не неожиданность. Без медалей рискуют остаться девушки из клуба по хоккею на траве коммунальщик. После неудачных стартовых поединков в Волгодонске, Желто-Зеленые продолжили серию поражений в Санкт-Петербурге. Разжиться ценными баллами было возможно в первой встрече. Проигрывая Метрострою 0-2, команда Владимира Кобзева все же сумела вернуться в игру. Дубль на личном счету Анастасии Мирошниковой. Вот только зацепиться за ничью не удалось. В самой концовке хозяйки поля все же протолкнули мяч, который в итоге стал победным. В повторной игре, вновь проигрывая уже после первого тайма 0-2, Желто-Зеленые в итоге так и не нашли ни сил, ни эмоций для того, чтобы спасти этот матч. До финального свиска счет на табло так и не изменился. Над Динамо сгустились тучи. После выездной серии по маршруту, читая Иркутск, Синий-Белый по-прежнему вторые. Догнать и перегнать лидера было возможно. Вот только осечка в столице Забайкалья почти свела на нет притязания барнаульцев на золотые медали. Тем не менее, пускай и призрачные, но шансы на общий успех еще есть. Поражение Ильинича в домашнем матче против Иркутского «Зенита» могло окончательно убить интригу. Динамовцы после пропущенного гола буквально на зубах все же выгрезли победу. Финальный свисток застал команды при счете 2-1 в пользу хозяев поля. Впереди коллектив из столицы Забайкалья. Кирилл Политов, информационный канал «Город». Любовь Михайловна, чтобы руководить Большим краевым театром, мне кажется, нужны силы. Где вы их черпаете? Может быть, в спорте, может, еще где-то? Вы знаете, все-таки, ну, спортсменка из меня никакая, честно говоря. А вот путешествовать я очень люблю. По стране или? Я люблю наш горный Алтай и стараюсь путешествовать за границей, потому что у нас все-таки как-то не очень комфортно. Хотя в горном сегодня замечательно, мне очень нравится. А вообще сил требуется больше моральных, нежели физических. Поэтому, когда любишь свою работу... Не так устаешь. Не так устаешь. Ну и вопрос у нас сейчас от телезрителей. Максим Ковалев, ну, очень интересный вопрос, мне кажется, спрашивает. Если вдруг я к 40 годам почувствовала талант в себе и хочу играть на сцене, можно как-то попасть к вам? Ну, роль без слов сыграть, какую-то эпизодическую? Ну, к нам попасть невозможно, хотя бывают исключения. Полет над гнездом кукушки, этот выпал из гнезда. Мы искали вот человека фактурного и нашли, и он замечательно играл роль. Человек, который вообще никогда даже не мечтал, он волейболист бывший, два с лишним метра, такой большой дяденька. Вот его режиссер выбрал, и он так здорово попал. Поэтому, ну, вот если судьба, то попадет. Если следить, так сказать, за тем, вдруг вы кого-то позовете. Да, мы приглашаем, мы на сайте у себя размещаем объявления. Ну, вот извините, Максим, так вышло. Ну, и в завершении выпуска наш традиционный блиц, ваш любимый напиток? Кофе. А ваше любимое блюдо? Мороженое. Чего я себе не позволяю? Тяжело, так сказала. И ваше любимое время года и почему? Весна. Очень распространенный ответ, кстати. Вы знаете, я когда жила в Норильске, очень многие люди, я 25 лет там прожила, и очень многие люди, у меня девочка сидела в приемной секретарь, которая, я рвалась всегда, у меня весной день рождения, я старалась к родителям приехать, и в этот день быть с ними, и все цветет. И она мне говорит, что там хорошего-то? Что такое весна? И вот, понимаете, когда рассказываешь человеку, что такое весна, весна это оживление природы, и когда вот я в Норильске научилась радоваться набухшим почкам, листикам, первым цветочкам. Поэтому вот то, что нынче у нас происходит, что снег там весной, это такие мелочи. Нормально. Когда у нас снег весной в Норильске минус 30, замечательно. Это плюс уже. Любовь Михайловна, спасибо большое, что вы к нам пришли, успехов вам в реализации всех ваших планов. Спасибо, приходите к нам на спектакли. А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была Любовь Березина, директор Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина. Отличных вам выходных. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова